Федеральный материнский капитал Федеральное собрание Теперь получить сертификат смогут те семьи, в которых родится или будет усыновлен первенец 1 января 2020 года Для многих молодых семей эта новость станет решающей в вопросе увеличения семьи Да, я думаю, да А сколько у вас? У меня детей нету пока Ну и не пытаюсь пока что А вот если материнский капитал будет, подумаете об этом? Ну да, конечно, можно подумать об этом Я думаю, это очень хороший стимул На самом деле я сама недавно вышла замуж И мы сейчас с мужем планируем детей И для большинства граждан нашей России Это очень хороший стимул В соответствии с вступившими в силу изменениями С 1 января 2020 года Размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей По сравнению с прошлым годом Сумма материнского капитала выросла на 13,6 тысяч рублей Или на 3% Индексация коснулась тех семей, у которых на конец прошлого года Сохранились средства на сертификате Как в полном объеме, так и в частичном размере Законопроект, предусматривающий механизм предоставления материнского капитала На первого ребенка, сейчас находится в разработке Так же, как и увеличение его размера на второго ребенка И поэтому, как только из федерального центра поступят нормативные документы Отделение незамедлительно проинформирует население О порядке обращения за получением сертификата И так же, мы ожидаем, что примерно в марте-апреле Пенсионный фонд начнет принимать эти заявления Как только Госдума примет решение об изменении в законном материнском капитале В 2019 году семьям Ниньского округа было выдано 224 сертификата На федеральный материнский семейный капитал на сумму более 100 миллионов рублей Чаще всего в 2019 году семьи направляли средства сертификата на образование В частности, на оплату детского сада Второй по популярности направление ежемесячная выплата на второго ребенка Рожденного или усыновленного, начиная с 1 января 2018 года Порядка 150 семей округа направили средства федерального маткапитала На улучшение жилищных условий и погашение ипотечного кредита В целом, по четырем направлениям было израсходовано порядка 104 миллионов рублей Кроме того, на территории Ниньского округа действует региональная мера поддержки многодетных семей В 2019 году ею воспользовались 152 семьи В них родились третьи и последующие дети Во второй половине 2019 года по инициативе губернаторов В положение о мерах социальной поддержки многодетных детей были внесены изменения И теперь на региональный материнский капитал могут претендовать семьи, в которых родились четвертые и последующие дети Те изменения, которые были предложены губернатором и поддержаны собранием депутатов На сегодняшний момент материнским окружным капиталом могут использоваться и на третьего ребенка, и на четвертого, и на пятого, и последующий То есть нет однократности, которая была раньше Это первые изменения, которые произошли Вторые изменения с 2020 года у нас практически отменена вся приостановка И нормы, принятые ранее, которые говорили о направлении использования материнского капитала На сегодняшний день действуют в полном объеме Одно из самых популярных направлений использования регионального материнского капитала Это единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей на разные цели Второе по популярности приобретение товаров длительного пользования Также в тройке лидеров приобретение транспортных средств Все эти изменения как раз направлены на повышение демографии Изначально, когда эти меры были приняты и на федеральном уровне, федеральный материнский капитал И когда мы принимали окружной, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день И как изначально он был принят, он самый практически большой во всех субъектах Российской Федерации По сумме, которая выплачивается Они как раз повлияли, и у нас был рост рождений третьих, четвертых детей На сегодняшний день есть тенденция за последние три года сокращения первых родов И по поручению губернатора мы готовим сейчас изменения Также в окружной законе о материнском капитале С целью установления выплаты по материнскому капиталу на первого ребенка Кроме того, в 2020 году ежегодная индексация коснулась и регионального материнского капитала Его сумма теперь составляет 379 911 рублей В стране начался переход на электронные трудовые книжки С 1 января работодатели Ненинского округа обязаны формировать сведения о трудовой деятельности Каждого работника в электронном виде и представлять их в информационную систему Пенсионного фонда России Речь идет о сведениях в месте работы, трудовой функции, переводах на другую постоянную работу и увольнении с указанием оснований и причины В свою очередь сотрудники могут получать переданные в фонд сведения об их трудовой деятельности непосредственно в фонде, в МФЦ или через портал госуслуг И использовать их для подтверждения трудовой деятельности или наличия трудового стажа Кроме того, работодатели должны уведомить своих сотрудников в письменном виде об изменениях в трудовом законодательстве до 1 июля текущего года Сделать выбор в пользу бумажного или электронного варианта документа необходимо до 31 декабря 2020 года Так, в случае, если сотрудник выберет электронный вариант, то бумажную трудовую книжку ему выдадут на руки И работодатель больше не будет нести ответственность за ее ведение и хранение При выборе бумажной трудовой книжки работодатель продолжит ее вести и выдаст на руки при увольнении Отказа по умолчанию, как предлагалось ранее, не существует Если гражданин не отказался, либо если гражданин информирует о том, что он хочет, чтобы эта трудовая книжка в бумажном виде сохранилась Она сохранится, и она будет вестись работодателем параллельно с ведением всей этой деятельности в электронном виде пенсионным фондом При этом у граждан, которые начнут работать после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки Как ранее сообщали в Минтруде, переход на цифровой формат трудовых книжек позволит не только снизить издержки на документы оборот работодателей, но и оптимизировать и ускорить его Для работников снизится риск потери трудовой книжки, а значит сведений о трудовой деятельности и стаже, на восстановление которых требуется время Получить высшее образование об этом сегодня мечтает, пожалуй, каждый старшеклассник При этом большинство ребят планирует поступить в ВУЗы на очную форму обучения, чтобы в полной мере ощутить все прелести студенческой жизни и вернуться в родной город дипломированными специалистами Один из востребованных ВУЗов у наших 11-классников – Северный Арктический Федеральный Университет Сегодняшние 11-классники – потенциальные абитуриенты О том, какие специальности сегодня предлагает потенциальным абитуриентам САФУ, какие формы обучения доступны и какие документы потребуются для поступления в ВУЗ Выпускники окружных школ могут узнать, не покидая пределы родного города Для этого необходимо обратиться в филиал Северного Арктического Федерального Университета в Наринмаре Он расположен на базе Нинистского аграрно-экономического техникума Мы оказываем помощь нашим ребятам-выпускникам в поступлении в университет Ежегодно в филиале работает приемная комиссия Мы принимаем документы у ребят, помогаем им готовить этот пакет документов Оказываем консультационную помощь, методическую в заполнении заявления Объясняем правила приема, помогаем отслеживать информацию дальнейшую по поступлению и по зачислению Также наш филиал Северного Арктического Федерального Университета проводит профориентационную работу с будущими выпускниками и их родителями На этой неделе участие во встречах приняла представитель филиала САФУ из Северодвинска Ольга Варнавская Филиал САФУ из Северодвинска очень большой У нас 4000 обучающихся, среди них 70 человек ваших То есть мы уже довольно давно сотрудничаем именно с точки зрения того, чтобы ребята ехали в том числе к нам У нас два института, один колледж, ну изюминкой Северодвинска всегда и была, остается Институт судостроения и морской арктической техники, это бывший Севмаштуз Второй институт, это гуманитарный институт и старейшее учебное заведение Северодвинска, это технический колледж По словам Ольги Варнавской, институт судостроения и морской арктической техники, известный как Севмаштуз предоставляет ребятам уникальную возможность, единственную на всей территории страны. Здесь ведется целевая подготовка кадров для предприятия судостроительной сферы по системе «Завод в ТУСК», которая предполагает официальное трудоустройство, систему двойных стипендий, получение зарплаты в период производственной практики и другие возможности. Радвенский центр атомного судостроения, крупнейшие предприятия мировые, сосредоточены именно в этом городе. И объединенная судостроительная корпорация, которая является лидером производства этого, прилагает все усилия для того, чтобы предприятия развивались. Соответственно, город живет, город развивается, а самое главное, ребята, поступившие к нам, потом 100% оттуда устраиваются, заводы берут на себя эти обязательства. Но не только очная форма обучения доступна студентам САФУМ. Как отметила Ольга Питунина, в планах Наринмарского филиала университета предоставить ребятам возможность получения высшего образования, не выезжая за пределы региона, используя для этого дистанционные технологии. И чем мы будем заниматься в этом году, для того, чтобы в следующем году у нас начал работать филиал в этом направлении более активно. Сейчас наша задача промониторить информацию, какие специалисты в первую очередь необходимы нам здесь, для того, чтобы нам определиться, какие программы мы будем реализовывать. Вот как раз в ближайшее время сейчас мы этим будем заниматься. На то, чтобы определиться с выбором будущей профессии, у старшеклассников окружных школ есть как минимум 4 месяца. А чтобы диплом о высшем образовании в будущем имел весомое значение, и годы студенческой жизни не были потрачены впустую, выбирая вуз, потенциальным абитуриентам следует ориентироваться на два основных момента. Надежность и престижность – эти гарантии может дать только государственный вуз.